МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире в студии. Работает Алмаз Ашин. Здравствуйте. Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за призыва к незаконным митингам. На официальном сайте главного надзорного органа страны опубликовано обращение заместителя генерального прокурора Шандоса Уммиралиева. Массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов. При несоблюдении этих требований любые публичные призывы признаются незаконными, а в отношении правонарушителей будут приняты административные и уголовно-правовые меры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ученик 11-го класса из Астаны стал обладателем гранта в университете Каира. Возможность бесплатного обучения досталась подростку после предметной олимпиады по математике. Истинное стремление к знаниям никогда не остается незамеченным. Поэтому в конкурсе, где участвовали более 10 тысяч школьников со всего Казахстана, лишь двое получили международную стипендию. Сегодня Ансар в центре внимания. Он первый в школе, кто получил образовательный грант до окончания учебного года. Решающим фактором стало участие в республиканской олимпиаде. Школьник не ожидал, что детский интерес к математике перерастет во что-то большее. И совсем скоро он ступит на порог одного из лучших университетов мира. Изначально это, конечно, был просто интерес. Математические задачи – это очень интересно для меня. Мне очень интересно разгадывать различные математические загадки. Их очень много. И постоянно хочется развиваться дальше, узнавать больше. Олимпиада проходила в два этапа. По результатам конкурса лишь два ученика из Казахстана были удостоены международной стипендии. Чтобы оказаться в числе победивших, на подготовку Ансар не жалел ни сил, ни времени. Я интенсивно занимаюсь на самих уроках, после чего остаюсь после уроков. И сам лично занимаюсь. Раньше занимался с профессорами, учителями. То есть они наставляли меня, готовили. Так, в основном, именно после уроков оставался и готовился. То есть каждый день у меня учебный день был на 2-3 часа дольше, чем у обычных детей. В свою очередь учителя не упустили возможность и организовали мотивационную встречу сверстников с Ансаром, чтобы он на своем примере показал, какой плодотворной может быть усердная учеба. Поговорить с Ансаром пришли его одноклассники, учащиеся старшего и среднего звена. Так как именно в этот период школьники задумываются о выборе учебного заведения. Их нужно именно первым потоком подтолкнуть на такие моменты, чтобы они участвовали, не боялись, во-первых, пробовали, пока у них есть время до 10-го класса. Уже после 10-го идет ИНТ, могут полностью загрузить их график. Сейчас у них есть возможность найти свою нишу, свой предмет, где он может, где у него есть какие-то моменты, где он может добиться успеха. В Киперском научном университете Ансар будет изучать инженерное дело. Участвуя в математическом конкурсе, школьник и не подозревал, что заберет главный трофей Олимпиады. Поэтому он советует пробовать свои силы и много практиковаться. В планах Ансара развить науку не только в мире, но и на родине. Парень увлечен математическими открытиями и в ближайшем будущем хотел бы начать сам проводить научные исследования. Итоги зимнего туристического сезона подвели на востоке Казахстана. С середины ноября до начала апреля на горно-лыжных курортах региона отдохнуло более 100 тысяч человек. Но в ближайшем будущем эта цифра возрастет в разы, отмечают эксперты, поскольку в планах местных властей начать возведение самого крупного в Средней Азии зимнего центра отдыха. Как намерены развивать туризм в области и что предложат гостям в наступающем летнем сезоне. Об этом наш сюжет. Проект Анатау в Ридере один из самых крупных в сфере туризма. В городе Металлурга власти региона намерены создать не просто горно-лыжный курорт, а настоящую инвестиционную зону площадью тысячу гектаров. На этой территории разместятся две крупные площадки. Одна на высоте 850 метров над уровнем моря, вторая на двухкилометровой с горно-лыжными спусками и подъемником протяженностью в 50 километров. Уже сегодня мы заключили договор с Алматинской компанией, которая разработает предпроектную документацию, которую в дальнейшем мы будем предлагать инвесторам. Проект очень крупный, можно сказать, не только в Казахстане, но и в Средней Азии. Помимо этого, новшества коснутся и летнего туризма. В частности, в приоритете развития побережья Бухтарминского водохранилища. Его будут застраивать, по примеру, Аллаколя. Современными зонами отдыха появятся Арбат и набережные. Не останутся без внимания экологическое и историческое направление. В частности, восток страны известен своими древними курганами и археологическими находками – золотом саков. Очень богатая у нас история, богатая культура. И вот в том же Катон-Карагае древние захоронения сакского периода, берельские. Мы побывали в музее, спускались внутрь кургана. Конечно, все это действительно незабываемые и непередаваемые ощущения. Ну, действительно, дорога сложновата, 10 часов туда добираться, но оно того стоило. И в самом деле, логистика – главная помеха в успешном развитии туризма в регионе, считает один из известных специалистов в этой сфере – Мухтар Тойбазаров. Он активно привлекает гостей в Восточный Казахстан, показывает его красоты, лично ведет экскурсии в музее. Но, по его мнению, отдаленность края и дорогие авиабилеты из Алматы и Астаны в Усть-Каменогорск не дают возможности увеличить поток туристов в область в разы. Во всем мире, если хотят развивать Турин, эти рейсы субсидируются. То есть эти люди, которые покупают такой туристический пакет, они об этом заявляют, это должен быть легкий механизм, он должен быть очень простой. Ты пришел в турагентство, покупаешь, у тебя автоматом билет становится кратно дешевле. А внутри региона уже нужно развивать соответствующую инфраструктуру, улучшать придорожный сервис и ремонтировать сами дороги, отмечают эксперты. Поэтому сейчас власти намерены создать план развития главных зон отдыха в четырех районах – Катон-Карагая, Самарском, Алтае и Ридере, чтобы заметно поднять уровень туризма. Анна Лисенберг, Нижгер Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. Генеральную уборку на городских улицах затеяли в Казларде. С утра там проходит масштабная акция «Чистоты». Заметла, лопаты, грабли взялись не только жители областного центра, но и ближайших сел, а также сотрудники городских предприятий, бизнесмены, представители неправительственных организаций. И в этом субботнике участвует также моя коллега Райхан Тажибаева. Она сейчас с нами на прямой связи. Райхан, приветствую. На скольких улицах сегодня планируете навести порядок? Здравствуйте, Алмаз. Весенние субботники прочно вошли в календарь ежегодных мероприятий города. И с каждым разом в них все больше и больше вовлекают общественность и жители областного центра. Среди последних проводят различные эко-акции, выбирают самый зеленый и самый чистый двор. Сегодня же организаторы намерены очистить десятки улиц, парков и скверов, а также избавиться от стихийных свалок и высадить больше 300 тысяч саженцев. Все, что требуется от желающих участвовать в большой весенней уборке, это отложить на пару часов домашние дела и прийти к одному из мест сбора, к примеру, сюда, на площадь Тахзым. Участников обеспечили необходимым инвентарем, лопатами, граблями, ведрами. Завезли и саженцы. В основном это ива, ясень, тополь, клен и туя, которые с легкостью приживаются в нашем климате. Буквально за час высажены сотни молодых деревцев. Теперь дело за поливом. Вот здесь немного настораживает изнушенная рычная система. На сегодняшний день функционирует лишь половина растительных каналов. Во дворах и улицах города уже давно она вышла из строя. О том, как будут решать эту проблему, расскажет о кем города Асвубек Шаменов. Всем известно, что мало посадить дерево, важно его еще и вырастить, создать необходимые условия. Одно из них это полив. Как вы его намерены обеспечить? Рахмет, для решения этих вопросов был утвержден план развития благоустройства и поливной воды города Казардан. В рамках этого в прошлом году из средств республиканского бюджета мы пробурили порядки 33 скважин. В этом году тоже мы планируем начатые работы по бурению 14 скважин. Для этого из областного бюджета выделилось 337 миллионов тенге. И вот таким образом мы именно дренажную систему сейчас внедряем и в рамках этого будем решать именно поливную воду. Я знаю сейчас разработка какого-то трехлетнего плана. Вот немножко можете о нем рассказать, что он из себя представляет? Да, разработан в рамках этого плана по развитию благоустройства и речной сети. Там предусмотрено именно подведение во всех районах, во всех местностях, где возможность имеется, подведение орычной системы. Но для этого сейчас он на разработке, а еще там в плане предусмотрена разработка проектно-смертной документации именно системы, дренажной системы. И в рамках этого мы потихоньку и начинаем. Проблема будет решена? Проблема поэтапно будет решаться. Спасибо большое. Добавлю, что подобные экоакции будут проводиться каждые выходные дни, причем не только в Казларде, но и во всех районах области. В этой акции приняли участие и наши сотрудники, не могли остаться в стороне. Мы тоже высадили несколько деревьев. И, наверное, важно то, что это не только возможность для каждого внести свой вклад в оздоровление экологии, но и получить удовольствие от совместно сделанной работы. На этом у меня все. Алмаз? Спасибо, спасибо. Мы продолжим тем, что масштабная экологическая акция прошла также в Уральске. На улицы города вышли свыше тысячи человек. Волонтеры, студенты, активисты Жасл-Ель, жители города. Саженцы там высадили в новых микрорайонах. Это почти полсотни молодых деревьев. Дуб, тополь, ива, клен. Повсеместно также прошли субботники. Среди участников коммунальные предприятия, трудовые коллективы областного центра. Масштабная работа по озеленению в Уральске запланирована до середины мая. Наша волонтерская организация, наша молодежь ежегодно участвует в таких акциях, в субботниках по озеленению города. Мы рады, что наша молодежь неравнодушно относится к экологическому развитию нашего города. И сегодня наша молодежь, есть молодые семьи, есть разные волонтерские организации, есть разные вузы, колледжи. А также дальше поливать это дерево. Мы будем дальше за ним ухаживать. К событиям в мире. Северная Корея провела испытание подводного беспилотника, который способен нести ядерное оружие. Агентство Ренхаб об этом сообщает. Испытания проходили в течение четырех дней. Беспилотник курсировал по заданным маршрутам и произвел детонацию макета ядерного заряда. В ходе испытания была подтверждена, цитирую, надежность системы и ее смертоносный потенциал. Ранее лидер Каэндер Ким Чен Ын в ходе официального выступления поставил цель им укрепить оборонный потенциал страны. Власти США изучают меры принудительного характера в отношении лаборатории Касперского в рамках применения правил по онлайн безопасности. Об этом The Wall Street Journal сообщает. Правда, о каких именно мерах идет речь не уточняется. Предполагается, что санкции против российской компании могут стать основой для аналогичных действий против китайской соцсети TikTok. В Вашингтоне подозревают, что специалисты лаборатории Касперского могут содействовать спецслужбам России в кибершпионаже. 11-летний сирийский беженец стал самым молодым участником национальной команды Германии по шахматам. Уже скоро он будет представлять ФРГ на международном турнире в Хорватии. О пути бежавшего от войны мальчика в большой спорт расскажет Сандугарш Байвоныш. Хусейн Бессу начал играть в шахматы еще в 4 года в Сирии. Он любил наблюдать за партиями отца и дедушки. По словам родителей, Хусейн быстро понял принципы игры и овладел основными навыками. 5 лет назад семья мигрировала из Сирии в Германию. Здесь мальчик продолжил заниматься шахматами, участвовал в многочисленных турнирах в разных уголках страны. Мы очень гордимся, что Хусейна пригласили присоединиться к немецкой команде для участия в международных турнирах. Мы желаем немецкой команде добиться хороших результатов. Это будет успехом не только для Германии, но и для Хусейна. Номинирование в немецкую сборную – серьезный вызов для юного спортсмена. В мировом рейтинге в возрастной категории до 12 лет сирийский шахматист стоит на второй строчке. В Германии Хусейн уже дважды занимал первые места среди детей. И теперь он дебютирует в составе национальной сборной ФРГ. Хусейн сядет за шахматную доску в Хорватии, где в этом месяце пройдет международный чемпионат. Мне нравится играть в шахматы. Это как заниматься математикой. Я ее люблю. Все, с кем я играю, старше меня, поэтому у них немного больше опыта. Я думаю, что это фантастическая возможность для меня. Верю, что мой тренер хорошо подготовит меня и нашу команду к тому, что ждет нас впереди. Во время одной игры детей попросили перевернуть свои доски по сигналу. Так что те, кто до этого момента занимал хорошие позиции, теперь должны были уступить свое выгодное положение сопернику. Но Хусейн категорически отказывался поворачивать свою доску или полностью прекращал игру, потому что он всегда стремится к победе. Несмотря на юный возраст, Хусейн уже гроссмейстер. Однако путь в мировую арену спорта усложняется финансовыми трудностями семьи. Родители, которые живут на пособия для беженцев, не могут оплачивать поездки сына на соревнования. Поэтому каждый раз они собирают деньги ему на дорогу с помощью краудфандинга. Пока что постоянного спонсора у Хусейна нет. На этом мы закончим. Немного позже вернемся.